Играем в Бишкеке против Киргизии. 24 сентября сборная России проведет первый матч в этом году. Валерий Карпин вызвал в расположение команды полевых игроков не старше 30 лет, поэтому приехало много дебютантов. В этот раз в сборной не будет легионеров Головина и Миранчука, также из-за травм не сыграют Захарян, Дивеев и Кривцов. Матч важен для Карпина, нужно показать, что сборная снова в строю, что она вообще есть. Кроме того, это хороший шанс проверить молодых футболистов. Ответственности за результат нет, можно сыграть раскрепощенно. Тренер уже заявил, что игра будет важнее результата, хотя и победить тоже хочется. Особый настрой будет, например, и у Саболева, форвард Спартака впервые в сборной при Карпине. О Киргизии не так много информации. Сборная на 95-м месте в рейтинге FIFA, в отборе на ЧМ далеко не проходит, но уже дважды вышла на Кубок Азии. В 2019-м Киргизы даже вышли там в плей-офф, где уступили ОАЭ. Тренирует команду российский тренер Александр Кристинин, самый заметный игрок, защитник Енисея Валерий Кичин. В 2022-м у Киргизии две победы над Сингапуром и Мьянмой, два поражения от Узбекистана и Таджикистана и одна ничья. В стиле тактику киргизской сборной Карпин с российскими футболистами особо детально не разбирал, больше будет игра от себя, своих возможностей. Матч пройдет в Бишкеке на 18-тысячном стадионе, аншлаг гарантирован. Настрой у хозяев в поле будет соответствующий, так что простой игра для России не будет, несмотря на разницу в классе. Карпин уже сообщил, что все футболисты проведут на поле по тайму, а сыгранности в таких условиях нет и речи. Отсюда два варианта для ставок. Первый, Россия победит и тетал меньше 3,5 за 2,11 в лиге ставок. Голов тут вряд ли будет много, дома Киргизия даже против сильных сборных много не пропускает. Второй, обе забьют за 1,97 в БК Бетбом. На энтузиазме хозяева вполне могут отличиться.